Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы с вами наконец-то подведем черту под адвент календарями 2022 года. Раздадим одно количество наград. Конечно, у нас будут аутсайдеры, конечно, у нас с вами будут победители. И будет одно количество адвент календарей, которые у нас с вами не получат ни одной награды. Они просто ровненькие, просто простые, но в то же время неплохие. Да, будут адвент календари, которые у нас с вами очень сильно отличились. Те, которые совершенно невыгодны, те, которые мне совершенно не понравились. У нас будет как минимум, по-моему, около десятка номинаций. И в принципе, давайте начинать. И начнем мы с вами с топ-3 адвент календарей 2022 года. И к топ-3 я отнесла Sephora UK, конечно же Call Beauty и Glossy Box. При этом Glossy Box можно отнести все версии. Давайте немножечко сразу с вами поговорим про эти адвент календари и почему я считаю, что они топ-3. Касаемо Sephora UK, она у нас с вами еще получит одну номинацию. Это один из самых выгодных адвент календарей. Он стоил 155 евро, при этом наполнение там было свыше 770 евро. Там не было ни одного пробника. А если и были какие-то мини-версии, то они шли по несколько штук в одной ячейке. Что просто дорогого стоит, особенно учитывая то, что мы с вами иногда находили какую-то одноразовую масочку за евро в ячейке. При этом адвент календари, например, стоили 120 евро. Привет! Какой мы там с вами последний вскрывали? Bridget Box. Именно так. То есть это один из самых выгодных адвент календарей, который абсолютно не расстроил по наполнению и по стоимости. Следующий адвент календарь это Call Beauty. Стоимость, да, высоковато, 275 евро. Я считаю, что они немножко зонральные стоимость. Но с другой стороны наполнение у нас с вами было на 1100 евро. Что тоже, в принципе, весьма неплохо. Такая же ситуация. У нас с вами не было практически пробников. У нас были travel форматы. Но если и были какие-то пробники, они шли по несколько штук в одной ячейке. И так гораздо приятнее получить, чем когда вы открываете окошко и находите 5 мл крема для лица. Согласитесь, это гораздо приятнее. Ну и завершает наш с вами троп-топ 3 Glossy Box. При этом я хочу отметить, что все версии. На Glossy Box DE под конец сезона также начали продавать, по-моему, французскую версию. Еще какую-то версию адвент календаря. Если честно, я даже подумала купить. Но, с другой стороны, я посмотрела на свой ящик косметики после вскрытия адвент календарей. И я поняла, что мне просто некуда это все вымазывать. Несмотря на то, что я там раздаю некоторые вещи, дарю. Все равно этих продуктов остается очень много. Да, похоже, скоро придется продавать некоторые вещи на eBay. Именно поэтому я не брала. Но наполнение этих адвент календарей, оно было очень хорошее. Да, стоимость адвент календаря без скидок была в районе 90 евро. Но, правда, в том, что за 99 евро его никто не покупал. Все покупали на скидках. И по итогу, к концу сезона, можно было этот адвент календарь купить за 50-60 евро. А наполнение там было действительно на 500-600 евро. И при том, практически так же не было пробников, что дорогого стоит. И именно поэтому этот адвент календарь у нас с вами также в топ-3. Следующая моя категория. И я буду подсматривать, потому что у меня здесь лист и название категории написано. Да, я все заранее написала, чтобы ничего не забыть и ничего не потерять. Итак, самый выгодный адвент календарь этого года, это, конечно же, Sephora UK. В принципе, мы уже обсудили с вами, почему стоимость адвент календаря 155 евро. Наполнение свыше 770 евро. И это, наверное, даже для меня топ-1 адвент календаря 2022 года. Касаемо Sephora европейской, ну, что-то как-то совсем никак. Правда в том, что когда вы смотрите на наполнение Sephora UK, а потом сравниваете его с наполнением Sephora Европы, вы такие, а как так можно? А почему так? При этом стоимость адвент календарей одинаковая. Но наполнение абсолютно отличается и по количеству продуктов, и по качеству продуктов, ну, и, соответственно, по цене. Поэтому Sephora европейская меня очень сильно расстроила. К счастью, я ее не покупала, хотя многим она понравилась, но просто сравнивая, ну, честно, не выигрывает она у UK версии. Далее у нас с вами будет самый красивый адвент календарь 2022 года. И, пожалуй, самым красивым адвент календарем я назову адвент календарь от Rittles. На мой взгляд, оформление этого адвент календаря просто восхитительно. Там очень классная елочка, да, были косячки, без этого никак. То есть некоторые подарочки были немножечко порваны. Но эта елочка как подарок выглядит просто замечательно. Она красивая, красивое оформление, красивая идея. Касаемо наполнения, оно тоже было неплохое. И это, говоря именно про премиум версию. Версии чуть подешевле, они были немножечко похуже и по стоимости, и, в принципе, по оформлению. Но, с другой стороны, каждый может выбрать, что ему нравится. В премиум версии, вернее, в премиум версии были в основном полные размеры. Исчитывая и сравнивая с прошлым годом, с каким прошлым? С позапрошлым уже годом, в 2021, я также брала в 2021 году премиум версию. Ритуалс подросли, и у них стало гораздо больше полноразмеров. Да, были мини-версии, да, они были, но их было очень мало. В основном шли у нас с вами полноразмеры, и были неплохие, интересные продукты. Но оформление это просто, просто в сердечку и как подарок. И если вы покупаете для себя и хотите просто поставить эту красивую елочку и смотреть на нее, очень даже толково и очень даже мило. Следующая у нас с вами будет категория адвент-календарь, который меня удивил. И это будет бюджетный адвент-календарь. Не идея, предположение. Это будет адвент-календарь от бренда Trend Etap. Адвент-календарь стоимостью 26 евро. Меня очень сильно удивил тем, что... Не тем, что там было 6 лаков. Ну, то, что 6 лаков, это, конечно, тоже удивило. Но меня удивило то, что все было логично в этом адвент-календаре. У нас с вами были продукты для лица. У нас с вами была палетка теней. Палетка для лица, где у нас с вами был неплохой скульптор и неплохой бронзер, который мы с вами тоже будем пробовать. У нас с вами была палетка теней в холодноватых оттенках. У нас с вами был карандаш для губ, карандаш для глаз. Тоже карандаш для бровей в той или иной степени он был. То есть это самостоятельный адвент-календарик, покупая который и даря который вы даете, вернее, дарите человеку полноценный набор косметики. По-моему, это очень здорово и очень-очень круто. Да, там нету туши. О, нет, тушь там была. Там нету тональной основы и нету консилера. Но с другой стороны, там есть все сухие продукты и этого более чем достаточно. Плюс нету хлама, извините за выражение, но так и есть. Там нету хлама в виде резиночек, пилочек и так далее. И вы понимаете, что вы покупаете календарь с декоративной косметикой и вы получаете эту декоративную косметику. И больше всего радует то, что это супер бюджетный адвент-календарь. Я бы, конечно, хотела сказать, что меня удивил Катрис, но Катрис меня не удивил. Просто потому, что там с одной стороны все логично, с другой стороны, есть некоторые моменты, которые не очень сильно радуют. Далее. Разочарования? Нет, давайте разочарования у нас с вами пускай будут чуточку попозже. Главное, чтобы я про них не забыла. И про худшую мы поговорим в самом конце. Топ-3 декоративной косметики. Не считая Trended Up. Ладно, считая Trended Up. Это Maybelline L'Oreal и Trended Up. Отличный адвент-календарь. Да, есть такой момент, что L'Oreal и Maybelline, я считаю, что все-таки на них цена чуточку завышена. Но нас с вами ждут, вернее, ждали практически одни полноразмеры. В Maybelline были мини-версии туши, но мини-версии туши, они хороши по-своему. Вы 100% используете этот продукт достаточно быстренько, и всегда будете пользоваться новой тушью. Плюс у нас с вами был выбор продуктов. Из нюансов, конечно, в основном они клали продукты для губ. Мне не хватило палетки теней. Вот если бы они положили палетку теней, я бы сказала, что это прям супер-вау, супер-круто. Ну и хотелось бы немножечко снизить цену, чтобы была она не 70 евро, а где-то 50 евро. Тогда это было бы просто вау и супер-выгода. Я напомню, что наполнение адвент-календарей от Maybelline L'Oreal было в среднем районе 150 евро. Ну и Trended Up мы с вами уже обсудили. Далее я хочу отметить самый милый адвент-календарь 2022 года. Я надеюсь, вы уже поняли, про какой адвент-календарь я говорю. Это красотка от E-Style. С точки зрения выгодной, это не самый выгодный адвент-календарь, во всяком случае, в этом году. Да, он выгоден. Да, там практически одни полноразмеры. Но больше всего там все-таки мини-версии и каких-то travel форматов. Но с другой стороны, там практически 40% именно декоративной косметики. Но оформление, боже, какое оно милашеское и какое оно же оно красивое. Плюс качество картона вполне себе достойное и очень и очень даже крутое. Топ бюджетных адвент-календарей до 40 евро. И я здесь выделю два адвент-календаря. Первый это Catrice и второй это опять-таки Trended Up. Мне кажется, Trended Up у нас с вами получил номинацию, как минимум, вернее, три номинации. Достойный, достойный адвент-календарь. Что мне понравилось? У Catrice у нас с вами были одни полноразмеры. И вы могли выбрать версию адвент-календаря для себя. Вернее, под себя. Это существует, вернее, в продаже я видела 4 версии адвент-календаря. Хотя изначально заявляли про шерсть. Версия адвент-календаря. База адвент-календаря плюс-минус у всех была одинаковой. Что мне не очень нравится у Catrice, это то, что это адвент-календарь из разряда собери себе сам. Нам с вами кладут пакетики, нам с вами туда же кладут наполнение. И мы должны сами упаковать в пакетики наполнение. Из нюансов еще это то, что некоторые все-таки продукты, они были такие себе. Касаемо моей версии адвент-календаря, у нас с вами было три тента для губ, которые мы с вами тоже попробуем. Я вам покажу, как они смотрятся на губах. И вопрос заключается в том, а зачем три тента одинаковых, но просто в разных оттенках? Можно положить один. И вместо двух остальных продуктов положить, в принципе, что-то другое. То есть, с одной стороны, он классный по наполнению, по выгоде. Он очень и очень даже крут. Но с другой стороны, там, конечно, есть свои минусики. Но, тем не менее, как продукт до 40 евро, как адвент-календарь до 40 евро, это очень-очень хороший адвент-календарь. И, в принципе, как и тренды, да? Здравствуйте, здравствуйте, опять-таки. Ну что, давайте потихонечку переходить к разочарованиям и к худшему адвент-календарю. Начнем, пожалуйста, с разочарования. Что меня разочаровало? На первом месте для меня адвент-календарь от рассылочного сервиса My Little Paris. Почему так? My Little Paris я обожаю с точки зрения бьюти-боксов. Это всегда очень классные, продуманные бьюти-боксы, где есть и наполнение в виде декоративной косметики, где есть какие-то аксессуары. И при том, они всегда разные. Но в адвент-календаре вроде как бы оформление было классное. Идея была суперская. Но среди 24 ячейок 10 штук у нас с вами были отданы под различные аксессуары, половина из которых вообще в принципе не нужна. Соответственно, мы с вами не могли посчитать стоимость этих аксессуаров. Но приблизительно, исходя из заявленной стоимости, из того, что мы с вами смогли посчитать, она составляла в 100 евро за эти аксессуары. И я понимаю, что половины этих аксессуаров многие люди пользоваться не будут. То есть они абсолютно не нужны. И они не сказать, что супер классные по качеству. Именно вот этот момент очень сильно задел. И разочаровал в этом адвент-календаре. На втором месте у нас с вами будет, пожалуй, Бриджит. Да, наш с вами последний адвент-календарь, который мы вскрывали. Я ожидала больше. Стоимость адвент-календаря без скидок была 120 евро. Но все наполнение адвент-календаря, нам с вами обещали при этом 550 евро, эти 550 евро набрались исключительно за счет 5 или 6 продуктов в адвент-календаре. Потому что нам с вами положили сыворотку для роста ресниц, которая стоит 80 евро. Потому что нам с вами положили 2 продукта от бренда Аван, которые тоже стоят много, а толку от них не очень. Я, кстати, попробовала наконец-то этот скраб для губ. И, честно, 65 евро он определенно не стоит. Белита за 5 рублей работает лучше. Там больше скрабирующих частиц, и она, правда, лучше справляется. Поэтому, знаете, вот это было прям разочарование. И касаемо, в принципе, наполнения, оно ничем не отличалось от каких-то других адвент-календарей. То есть, да, там были некоторые продукты, которые вроде как бы окей, но с другой стороны, ты понимал, что стоимость-то набирается не за счет всех вот продуктов, а за счет вот энного количества. А все остальное, это какие-то мини-версии, пробники, прям действительно пробники. Там были крема для лица по 5 миллилитров, и также была тональная основа 5 миллилитров в темном достаточно оттенке. Я напомню, что это был Ланком, Тан и Доль, который еще, кроме того, и окисляется на тонн, на полтора. И это было для меня разочарование. Худшее разочарование заключалось в том, что это был последний адвент-календарь этого года. Я опять сказала этого года. 2022 года, извините. Это надолго. Это надолго, мои. В этом году, в прошлом году. Буду долго путаться, я чувствую. Далее. Двен-календарь от Блисси. Ну, тоже он меня разочаровал, потому что, смотря на упаковку, и смотря на то, какая она красивая, потом начинаешь скрывать, а там половина опять пробников и каких-то мини-форматов. Да, были классные, интересные продукты. Но вот ощущение, что они продумали только упаковку, но никак не наполнение. И когда смотришь на нее, кажется, что у тебя будет все очень классно, что тебе все понравится. Потом начинаешь понемногу распаковывать, и где-то на середине адвент-календаря ты начинаешь понимать, что немножко разочаровала. То есть, я не могу сказать, что это прям суперплохой адвент-календарь, но за 64 евро я, наверное, ожидала большего. При этом я хочу напомнить, что нам с вами обещали 275 евро, но у меня там по пощону получилось, по-моему, 230. То есть, я не добрала 45 евро. Да, возможно, я некоторые вещи не так подсчитала, так как я переводила за миллилитров продукта. Вы должны понимать, что мини-версия, мини, вернее, travel какой-нибудь формат зачастую стоит по миллилитражу больше, чем полный размер. Такая вот история, такая вот ситуация. Ну, то есть, очень красивый адвент-календарь, но наполнение немножко грустненькое. Ну и завершим мы, пожалуй, адвент-календарем от Ardecom. Я просто, наверное, ожидала большего от этого адвент-календаря. Во-первых, мне не понравилась упаковка. Насколько вы помните, половина продуктов просто у меня валялась внизу адвент-календаря. Как так получилось, как они выскочили из своих ячеек, я не знаю и не понимаю. И мне очень сильно повезло, что это были не пудровые продукты, которые могли разбиться. И если бы, вернее, это были пудровые продукты, то это просто был бы минус ячейка, минус продукт, просто в никуда. Следующий момент, который мне не очень сильно понравился, это то, что половина продуктов из разряда ни о чем. То есть, там были хорошие продукты, я не спорю, там были неплохие тени, там было очень логично и продумано, что нам с вами положили футляр, куда магнитный, притом футляр, куда можно было положить синюшки и мини-версию румян. Это круто, это классно, это здорово продумали, но мне не понравился непонятный аппликатор, я не поняла оттенков помад некоторых, я также не поняла, почему нам с вами положили пробник тональной основы в один или же в два миллилитра. Если хотя бы в Bridget Box нам положили пять миллилитров и это мини-версия тональной основы, то тут прям был совсем-совсем пробник. То есть, вот какие-то маленькие нюансы, они очень сильно разочаровывают, особенно учитывая стоимость адвент-календаря в 70 евро. Если бы он стоил 50, я бы сказала, ну в принципе, окей, относительно выгодный адвент-календарь, да, у него есть свои минусы, у него есть свои плюсы, но в целом вроде как бы и окей, и можно простить не очень хорошую упаковку, но когда он стоит 70 без скидок, это заставляет немножечко задуматься. Ну и разочарованием 22 года у нас с вами стал бюджетный адвент-календарь от сети магазинов Rosman. Я не поняла. Стоимость адвент-календаря была 20 евро, и мы с вами ели на скребли, по-моему, 35 или 36 евро. И когда я подсчитывала стоимость наполнения, я даже не была уверена, что там 20 получится, но за счет стоимости аксессуаров у нас с вами и вышло 35 евро. Там у нас с вами были в основном резиночки, какие-то пилочки, лаки для ногтей, чайок. Кстати, чай был неплохой, мне понравился. Какие-то мелкие вкусняшки. С одной стороны, вроде как было окей, это не чисто декоративный, чисто уходовый адвент-календарь. С другой стороны, создавалось ощущение, что положили, лишь бы положить. Да, возможно, это будет неплохой календарь какому-нибудь подростку, но с другой стороны, лучше накинуть 10 евро, даже 6 евро, купить адвент-календарь от Trended Up и получить неплохое наполнение с неплохой выгодой и по факту практически собрать косметичку подростку. Это гораздо лучше и гораздо выгоднее. Именно этот момент, это сравнение еще больше опустило адвент-календарь от бренда Rosman. Вообще, в этом году у них выходило два адвент-календаря, а я купила только один. В следующем году я постараюсь отловить обе версии адвент-календаря и также я, скорее всего, постараюсь отловить версию от Balea, то есть от магазина DM. Это тоже бюджетный бренд, но это больше уходовый бренд косметики. И у них, кстати, есть весьма толковые продукты. Мне безумно нравится их сухой шампунь. То есть он стоит 2 евро и он работает безупречно. По соотношению цены и качества его можно сравнить с Batista. И Batista только будет стоить 4 евро, но работа это не точно так же. То есть можно сэкономить ценность 2 евро. Касаемо остальных адвент-календарей, которые мы с вами скрывали, я, пожалуй, вам их перечислю. Напомню, так сказать, первый адвент-календарь у нас с вами был и Фраше. И Фраше это классик. Вот прям супер-классика. Одни пробники, там практически где-то половина пробников в размере 50 мл. Все остальное будет полной размера или же тревел-форматы. И Фраше это классический французский адвент-календарь, как и Лекситан. Если вас интересует адвент-календарь от Лекситан и вы бы хотели его увидеть в следующем году, то welcome to комментарии и оставляйте свой запрос на этот адвент-календарь. Но я, скорее всего, буду в следующем году нацелена больше на великобританские адвент-календари, потому что там соотношение цены и качества просто великолепное. Так вот, возвращаясь к нашему барану под названием И Фраше. Каждый год у них плюс-минус одинаковое наполнение. В этом году все получилось я сказала в этом году. В 2020 году у нас с вами было все то же самое. Половина продуктов, даже я бы сказала две трети продуктов, которые мы находили в этом адвент-календаре, они были также и в прошлом году, и в позапрошлом году и так далее. Да, они кладут топ своих продуктов, но если вы покупаете адвент-календарь в один год, наверное, не имеет смысла покупать его на следующий год, потому что у вас будет плюс-минус то же самое. Касаемо каких-то полноразмеров, слава богу, они иногда кладут полноразмеры декоративной косметики, но не всегда. Если вы хотите получить именно полноразмеры и фрошей декоративной косметики, то нужно брать отсчет от Рождества до Нового года. Там, по-моему, у нас с вами 6 или 7 ячеек, и вот там действительно будут либо полноразмеры, либо тревел-форматы декоративной косметики. То есть и фрошей идет ровно каждый год, ни туда, ни сюда. Вам либо нравится, либо не нравится. Далее у нас с вами был Look Fantastic и сундучок и адвент-календарь. Сундучок мне понравился больше. Он был интереснее и наполнение было круче и полноразмеров. Там были, собственно говоря, практически одни полноразмеры. Говоря про адвент-календарь, в этом году, в 22 году, определенно было лучше, чем в 21. Потому что в 21 году это был какой-то провал у Look Fantastic, потому что там было огромнейшее количество мини-версий в виде 2 мл, в виде 3 мл. Да, в 22 году было прям не вау, это был не адвент-календарь от Call Beauty, но тем не менее, в принципе, было неплохо. Ровненько, неплохо и не супер вау. Относительно неплохо для стоимости от этого адвент-календаря и, конечно, выгоднее его всего было покупать уже ближе к концу сезона, когда они его распродавали. И они, по-моему, распродавали его за 80 или за 60 евро. За 60 евро это прям супер выгодный, супер классный адвент-календарь. За 115 не очень определенно. Далее у нас с вами был Asos. Ну, вообще, когда мы его с вами скрывали, он мне не очень сильно понравился, потому что я ожидала большего. Я просто помню моменты, когда я смотрела распаковки адвент-календарей от Asos, их все нахваливали, говорили, что там просто супер классное наполнение. Ну, и я в этом году, в 22-м году, решила купить этот адвент-календарь и посмотреть, что же там классного. Ну, во-первых, в 22-м году его так быстро не распродали, как это делалось в прошлых годах. Кстати, Call of Duty тоже в 22-м году далеко не быстро распродали. И когда он ко мне приехал и я начала его распаковывать, это был классический полубюджетный адвент-календарь. Да, там было несколько продуктов от дорогих брендов, от Elimis, например, но в общем и целом это был в среднем middle market. Это неплохо, нехорошо. В принципе, это был выгодный адвент-календарь, но когда вы ожидаете того, что было в прошлых годах, те же бренды, тоже классное наполнение, сравнивая, я бы сказала, что Essos немножечко сдал в 22-м году. Будем надеяться и смотреть, что в 23-м году они с вами не подкачают и опять вернутся в топ. Но, честно, вот ничем выдающимся мне этот адвент-календарь не запомнил. Дальше у нас с вами был Douglas. Douglas я не могу отнести ни к разочарованиям, ни к топу я отнести не могу. Он ровный, он практически точно такой же, как был в 21-м году. Даже оформление адвент-календаря не отличается от оформления адвент-календаря в 21-м году. Оно вообще не отличалось. Наполнение было безумно схожее, безумно похоже, было очень много мини-версий, много пробников. Мне нравится адвент-календарь от Douglas с тем, что там есть мини-версия духов. Это прям очень круто, очень классно. Я обожаю вот эти мини-форматы. Вы их положили в сумочку и повезли с собой, куда вам нужно. Плюс вы можете попробовать запах. Это не какой-то пробник, в котором находится один миллилитр продукта, который вы попшукли два-три раза и все, он закончился. Это в принципе полноразмер, практически полноразмер одной духи. Иногда есть 10 миллилитров, иногда 15 миллилитров продукта может быть и это безумно круто. То есть вы можете понять, насколько вам нравится аромат. Именно этим мне адвент от Douglas нравится. Но мне не нравится то количество пробников, которые всегда присутствуют в этом адвент-календаре. Кроме того, под конец, ближе к концу сезона они выпустили еще одну версию адвент-календаря. Я уже не стала покупать. Во-первых, она стоила гораздо дороже, но наполнение там было круче, там уже было много полноразмеров, там был и Августин Бадер полноразмер, а не мини-версия, как мы с вами находили. Там, по-моему, и Барбара Шторм была. И в принципе были неплохие интересные продукты. Можно брать именно вот эту лакшую версию они назвали. Но классическая версия как подарок в принципе может быть, но вы должны понимать, что там будет достаточно большое количество каких-то мини-версий или пробников. По цене в плане самоокупаемости да, будет выгодно, но вопрос в том, чего вы ожидаете. Далее у нас с вами был Гуди Бокс. Ровный адвент календарь, тоже про который ничего особо сказать нельзя. Но с точки зрения выгодно и наполнение он был неплохим. Он мне больше понравился, чем, например, Блиссим или там Бриджит Бокс. Он был весьма и весьма толковый и там было большое количество полноразмеров либо же тревел форматов. И очень было мало вот этих вот малышек по 5-3 миллилитра. В целом он был неплох. Далее у нас с вами был бренд, вернее адвент календарь от L'Oreal. И это не с точки зрения L'Oreal как декоративная косметика, а от концерна L'Oreal. То есть у нас с вами там были такие бренды как Armani, Lancome и так далее. Я не впечатлена была этим адвент календарем. Во-первых, цена без скида составляла 90 евро и наполнением было обещано, что оно там 230 евро, но оно было около 200. С одной стороны вроде круто, с другой стороны половина адвент календаря это гели для душа и продукты для тела, крема для тела либо же крем для рук. То есть половина адвент календаря это просто уход для тела. На этом собственно говоря все. Касаемо декоративной косметики, она была неплохая. касаемо полноразмеров, там было очень мало полноразмеров. Именно поэтому мне адвент календарь так себе понравилось. Там скорее были какие-то полутревел форматы либо же какие-то мини версии. С другой стороны пробники все-таки были. Пробники у нас с вами были от Биотерм и это неплохие продукты, но там просто было по 5 миллилитров. Этого маловато, скажем так. В целом он был ок, но за полную цену его брать не стоит. Его стоит покупать, когда он на скидках, а он постоянно на скидках в конце сезона. И вот за 60 евро, за которые его продавали в конце, брать можно. Но за 90 определенно не стоит. У нас с вами осталось еще два ровненьких адвент календаря. Ровненьких. Хотя один из них я бы все-таки отнесла скорее к разочарованию. Да. Ладно. адвент календарь от бренда Bell. Я не могу сказать, что это разочарование, я не могу сказать, что это супер вау. Адвент календарь окупился. Он вообще сам по себе стоил по-моему 27 евро или около того. И наполнение вроде как бы было неплохое, но там практически не было полноразмеров. Там были именно какие-то мини-версии тех или иных продуктов. Продукты у бренда Bell весьма толковые. Учитывая то, что это супер и по качеству продукта. Но мне немножко не понравилось все-таки то, что это же бюджетный бренд и можно положить полноразмер. Почему бы и нет? Зачем специально изготавливать тревел-формат, если разница между вот этим тревел-форматом, который мы находили, и полноразмером, например, составляет 1 грамм. Этот момент мне немножко не понравился, поэтому я не могу сказать, что это прям вау, вау, супер вау, и можно отнести к топу от бренда Essence. И я тут подумала, я бы все-таки его отнесла к разочарованиям, нежели к какому-то ровному адвент-календарю. Правда в том, что сравнивая адвент-календарей за 22-й год и за 21-й год от Essence, 21-й год выигрывает и по наполнению, и по стоимости наполнения. В 21-м году в каждый из адвент всегда клали какую-то палетку теней. Иногда даже 2, иногда даже 3. В 22-м году 0. В обеих версиях адвент-календаря не было ни одного продукта для глаз с точки зрения теней. Касаемо того адвент-календаря, который мы с вами вскрывали, он вроде бы классный, он интересно выполнен и для 25-ти евро они действительно заморочились, они сделали классные, интересные упаковки. Но с точки зрения выгоды этот адвент-календарь был определенно не самый выгодный среди бюджетных и декоративных адвент-календарей. То есть он по итогу мне все-таки все-таки расстроил. Ну, на этом, собственно говоря, все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам адвент-календарей за 22-й год, который мы с вами вскрывали и какие бы вы хотели увидеть адвент-календарей в следующем году. Ну, что, как говорится, будем ждать уже сезона 23, а 22-й мы уже с вами благополучно закрываем. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы нашли его полезным в той или иной степени. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Большое спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.